В Кытмановском районе медведь напал на лесничего. Почему косолапые стали чаще выходить к людям и как спастись при встрече с ними? Минута молчания и белые воздушные шары в небе в Барнауле почтили память жертв теракта в Беслане. Существовали только на бумаге в республике Алтай расторгнут инвестсоглашения сразу по нескольким проектам, которые так и не начали реализовывать. Сегодня в центре Барнаула произошла авария с участием пассажирского автобуса. ДТП случилось на пресечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. Как нас сообщили в городской госавтоинспекции, столкнулись автомобиль Чанган под управлением женщины 72-го года рождения и автобус Скания, за рулем которого находился мужчина 81-го года рождения. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку. Известно, что в результате ДТП пострадали два пассажира автобуса. Им оказана медицинская помощь в городской больнице номер один. Калманский районный суд приступил к разбору дела восьмой жертвы предполагаемого политеховского маньяка Виталия Манишина. Речь о пропавшей 16-летней абитуриентке Лилиане Вознюк. Она исчезла 28 июля 2000 года в Политехническом университете. Девушка пришла туда на последнюю консультацию перед финальным экзаменом. Часть ее тела, а именно голову, обнаружили в 2001 году в окрестностях села Новороманово. Тело нашли примерно там же, но спустя 22 года. Место обозначил сам подсудимый. На следующей нить заседания, которая состоится уже завтра, продолжится рассмотрение дела об убийстве Лилианы Вознюк. Напомним, Виталий Манишин, бывший глава Калманского района, обвиняется в 11 убийствах. В Кытмановском районе медведь напал на лесничего. К счастью, мужчина остался жив, но был госпитализирован. Эксперты говорят, что таких случаев в Алтайском крае не было давно. В каком состоянии сейчас находятся пострадавшие, почему медведи все чаще стали выходить к людям, и как выжить, если случайно встретил Косолапова, расскажет Данил Кузнецов. В конце августа на лесничего в Кытмановском районе напал медведь. Однако ему повезло, и мужчина отделался лишь рваными ранами. Поэтому его уже выписали из местной ЦРБ, а Косолапова застрелили. По словам очевидцев, он был черного цвета и ростом примерно 265 сантиметров. Между тем, все чаще появляются сообщения, что медведи стали выходить к людям. С учетом того, что урожаи кедрового ореха в текущем году обещают желать лучшего, они выходят ближе к населенным пунктам, ищут новые места. Сейчас идет уборка урожая. И, соответственно, с учетом шумовых особенностей уборки и так далее, они покидают естественную среду. Со слов специалистов, Косолапы наиболее опасны с середины апреля и до конца августа. В это время идет гон. Плюс к лету начинается расселение молодняка. Сейчас медведь не особо активен, поскольку ищет еду. И проходящего человека может просто не заметить. Однако эксперты все же рекомендуют издавать звуки во время прогулки по лесу. Например, разговаривать или насвистывать. Хищник услышит вас и, скорее всего, уйдет. Проблема может случиться, если наткнуться на Косолапова неожиданно. Как правило, он сначала будет присматриваться. В таком случае нужно медленно, не поворачиваясь спиной и, не смотря животному в глаза, отходить. Если медведь делает в вашем направлении какие-то движения, то как элемент такой защиты можно попытаться его отпугнуть. То есть это громко закричать, кричите что хотите. Тут ограничений никаких нет. Если у вас ведро, это было бы очень хорошо. Можно стучать по ведру. Поднимайте высоко руки. То есть желательно показать, что вы больше него. Главное – не бежать от Косолапова. Он воспримет вас как добычу. И, скорее всего, догонит. Скорость его достигает 60 км в час. Вскарабкаться на дерево – тоже плохой вариант. Лазают медведи хорошо. Если хищник все же на вас напал, старайтесь прикинуться мертвым. Больше шансов, что он отстанет. Обычно медвежата выходят на людей. И люди просто не понимают, что с ними делать. Пытаются привлечь их внимание. Там достать, не знаю, яблочко, хлебушек, сахарок какой-то. И если медвежонок издает какой-то звук, то медведица однозначно нападает. То есть это защита потомства стопроцентная. В Алтайском крае более полутора тысяч медведей. И их популяция постепенно растет. Однако отстреливать их не торопятся. Не более половины выданных лицензий себя оправдывает. Самые известные районы обитания – Чарыжский, Заринский, Солонешинский. Сейчас из-за повышенной активности косолапых для отдыхающих закрыли большинство троп в Тигрекском заповеднике и Национальном парке Салаир. Снова посетить их туристы смогут после 15 ноября, когда многие медведи впадут в спячку. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Еще одни обитатели леса, встречу с которыми не назовешь приятной. За прошедшую неделю в Алтайском крае больше 50 человек пострадали от присасывания клещей. Чаще всего при сборе грибов и ягод. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Специалисты рекомендуют выходить в лес в защитной одежде, использовать репелленты. Клещи открыли свою охоту в конце марта. С этого момента в поликлинике края обратились 6517 человек. При следовании клещей выявилось, что почти 20% из них является возбудителем клещевого барлиоза и порядка 6% членистоногих переносит вирус клещевого энцефалита. Также в августе активизировались клещи, которые могут наградить сибирским клещевым тифом. Добавим, что клещи умерят свой аппетит только в начале октября. Белые воздушные шары поднялись сегодня в небо в память о погибших 20 лет назад в Беслане. Трагедию в школе, которая унесла жизни сотен человек, не забыть. Памятную акцию, посвященную тем событиям, уже по традиции провели на площадке перед техническим вузом. Подробности у Марии Костылевой. В этот день ровно 20 лет назад произошла трагедия, которая буквально потрясла всю Россию. В Беслане на школьной линейке раздалась автоматная очередь. Боевики загнали в здание школы более тысячи человек. Три дня заложников держали без еды и воды. Теракт завершился штурмом здания. В результате погибли больше 300 человек. Примерно половина из них дети. Мы, кто переживал 20 лет назад это событие, а среди нас еще достаточно много таких людей. Молодежь уже, наверное, выросшая после, не помнит остроту, горечи этих дней. Мы же никогда не забудем и вам завещаем, чтобы хранили память. Каждый год 3 сентября возле технического вуза проходит памятная акция. В этот дождливый день здесь собрались все, для кого слово «солидарность» – не пустой звук. Террористы наказаны. Память. Но наша память, она остается. И в нашей памяти навсегда останутся эти боли. Это трагедия. Мы не можем допустить, чтобы это когда-то повторилось. Сегодня в память о погибших в Беслане студенты отпустили в небо белые воздушные шары. В память о погибших во время войн и террористических актов объявляется минута молчания. Светлая память погибших. Митрополит Барнаульский-Алтайский совершил литию по погибшим в теракте. Служба неподалеку со зданием университета проходит каждый год с момента основания часовни святой Татьяны. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком. Недобросовестным инвесторам сказали нет. В республике Алтай принято решение отказаться сразу от нескольких проектов по развитию инфраструктуры и территорий. Они существовали только на бумаге. Такое решение приняла инвестиционная комиссия при правительстве республики. Какова дальнейшая судьба земель с особым инвестиционным статусом региональные? Здесь вы видели гнездо, и уток, и гуси прилетают, и лебеди прилетают, и много разной живности, рыба в том числе. Вот благодаря той природе, вот этому лесному массиву, вот этой реке, вот этому сочетанию, создается уникальный микроклимат. И он притягивает сюда, естественно, не только птиц там и животных, но и притягивает людей. Курортное село Манжурок известно на всю страну. И здесь для отдыха все – горы, озеро, река Катунь. Незастроенных мест практически не осталось. Жители села выступили против существующего проекта благоустройства района Затон. Эту территорию и еще несколько других зон обсудили в правительстве Республики Алтай, где прошло заседание инвестиционной комиссии. В то же время часть инициатив существует только на бумаге. Инвесторы не ведут никакую работу на вверенных гектарах алтайской земли. На заседании прозвучала установка от Андрея Турчака. Исполняющий обязанности главы республики подчеркнул, что проекты, которые прошли заявочную кампанию и не реализуются, не нужны. Особенно, если они связаны с земельными вопросами. Сами проекты, как бы идеи, они неплохие, конечно, да, так сказать. И то, что люди не способны, не могут часто защитить и по каким-то причинам это все затягивается, то это, конечно, нужно прекращать эту историю. Таких территорий четыре. Они имеют статус особых региональных. Значит, инвесторы имеют ряд преимуществ. От налоговых льгот до упрощенных условий землепользования. После тщательного обсуждения ситуации члены инвесткомиссии под председательством вице-премьера и министра экономики Александра Прокопьева проголосовали за расторжение соглашений. По горнолыжному курорту Барсу, форелевой ферме в Усть-Коксинском районе, цифровому центру IT-Алтай в Майминском. В том числе и компания «Тур-де-Алтай», в которой предлагали заняться благоустройством района «Затон» в селе Монжирок. Проверка показала, что проект не реализуется, инвестор денежные средства не вкладывает, новые рабочие места не создает, налоговое отчисление в бюджет не поступает. Один из земельных участков, который инвестор запрашивает в аренду без торгов, не отвечает направленности проекта, а остальные находятся в собственности Российской Федерации. Поэтому принято решение о запуске процедуры расторжения инвестиционного соглашения с Тур-де-Алтай. Так что оснований для беспокойства у жителей Монжирока по вопросу «Затона» нет. Это земли Российской Федерации, никто их застраивать не будет. Жители села с возвращением земли в госсобственность, можно сказать, с облегчением выдохнули. Несмотря на то, что этот район «Затона» местные считают сакральным и личным, здесь не против того, чтобы природная красота была доступна приезжим. 24 года назад мы с супругом приехали первый раз сюда и приезжаем каждый год. Конечно, нам необходим диалог и с местной властью, и с инвестором. Это просто обязательно. Нужны публичные слушания, чтобы все эти проекты проходили публичное слушание и согласовывались с местным населением. Жители Монжирка надеются сохранить район «Затона» нетронутым, однако готовы к разговору с порядочным инвестором. На диалог пойдут и в правительстве республики. На прошедшем заседании предложили создать рабочую группу для улучшения инвестиционного климата в регионе. Всего же на территории республики Алтай работает 50 инвестиционных проектов. Евгения Ижутова, Илья Питков. День с толком. Из Барнаула отправили более 19 тонн гуманитарного груза для жителей Славяно-Сербского района Луганской Народной Республики. В следующем сюжете расскажем, кто присоединился к сбору помощи и почему этот район называют 70-м муниципалитетом края. Еще один гуманитарный груз отправляется в Славяно-Сербский район. Напомним, этот район в Луганской Народной Республике является подшефным Алтайскому краю. Накануне в рамках празднования Дня города в Барнауле собрали более 19 тонн гуманитарного груза. Это и продовольственные товары, и конвой с техникой из шести машин. Отправка груза в зону специальной военной операции также ведется. Это отдельная специальная работа. А взаимодействие, общение, поддержка с жителями Славяно-Сербского района сегодня, когда уже Луганская Народная Республика вернулась в состав Российской Федерации, стала полноценным субъектом России, все равно продолжается. Это нужно сегодня для того, чтобы жизнь мирная быстрее и быстрее восстанавливалась, возвращалась там, на освобожденных территориях. Каждая отправка объединяет сотни людей. К этому сбору подключились барнаульские предприниматели, депутаты городской думы, администрация Барнаула, Народный фронт и просто неравнодушные жители города. Это наша общая отгрузка от всех жителей города Барнаула. Но и не только. Вы видите, здесь Народный фронт. Народный фронт подключился. Сегодняшний пример – это техника. Мы будем, как сказал Виктор Петрович, продолжать эту работу, делать. У нас есть общие задачи, есть общие цели, есть немножко разные возможности. Но мы все едины. Это наша общая отгрузка. И сбор помощи не прекращается. Не случайно Славяно-Сербский район ЛНР уже с теплотой называют 70-м муниципалитетом Алтайского края. Ирина Корчагина, День с толком. В самом крупном парке Барнаула юбилейном активизировались вандалы. На недостроенных спортивных и детских площадках уже растаскивают мелкие детали новых сооружений. Камеры наблюдения не охватывают эту территорию, поэтому виновники не найдены. Однако общественники надеются на помощь горожан и властей. Мы уже видим, у нас осталось три закрепа, одного уже нет. Уже вытащили все. Благоустройство еще не завершено, но зато факты мелкого вандализма, небрежной эксплуатации и разбрасывания мусора общественники фиксируют регулярно. Речь о парке Юбилейный. Напомним, сейчас там проходит третий этап благоустройства. Пару недель назад в Юбилейном парке была установлена спортивная площадка. И в эту же неделю уже были скручены резиновые покрытия, выкручены ширупы. И это, конечно, вызывает много вопросов. По словам девушки, это не первый случай вандализма. Пару лет назад в парке пострадала лавочка, была выдрана урна. А накануне подростки расписали входную группу парка неприличными картинками. Однако эти шедевры уже закрасили. Ребята уже начали просто активно эксплуатировать, раскручивать все, что можно. Поэтому навесного оборудования, как видите, сейчас здесь нет, потому что подрядчик опасается, что его снимут еще до сдачи. Это будет работать как и эффекты разбитых окон. Соответственно, если они увидят, что где-то что-то надломано, будут дальше разрушать. А площадки детские, они проектируются с учетом разумного риска. А если будут иметься такие факты вандализма, соответственно, там неизвестно, спрогнозировать ничто не может, что там будет. Улетит с качелей, ударится. Ну и, соответственно, людям нужно будет смотреть за этими объектами самим. Администрации у парка нет. Есть территориальная принадлежность. Часть ответственности лежит на администрации Ленинского района, часть на Октябрьского. Нас, как общественность, беспокоит очень сильно. И мы хотим привлечь большое внимание к тем, кто приходит сюда в парк, за тем, чтобы они не стеснялись сделать замечание, если видят откровенный акт вандализма. Более глобальные пути решения проблемы общественные деятели парка видят в следующем. Нужен руководитель, нужен будет персонал. Маломальский, там где-то завхоз, где-то там уборщики какие-то. И плюс надо будет дополнительно закладывать на видеонаблюдение бюджет, потому что те камеры, которые висят, у них зона детекции небольшая, соответственно, на незахваты вот эти части. Добавим спортивные объекты, детские площадки, дорожки. Подрядчик планирует сдать в эксплуатацию 14 октября. Общественники надеются, что до этого момента все это доживет, а не будет раскручено и растаскано на части. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. А следующий наш сюжет о тех, кто созидает. В центре Барнаула торжественно открыли мурал, посвященный студенческим отрядам. И у автора трое барнаульских художников. Расположилась картина на одном из корпусов технического университета. Как создавался рисунок и какой смысл художники заложили в каждый элемент. Расскажем далее. Почти две недели, а точнее 12 дней и мурал готов. Именно столько понадобилось, чтобы украсить одну из стен главного корпуса политеха. Арт-объект автобиографичен. Парень и девушка в бойцовках – это и есть сами художники Николай и его ученица Дарья. Начиная с цвета глаз, все детали тщательно вырисовывались и продумывались. Сложно рисовать портреты из-за того, что небольшая ошибка, неправильно тень поставлена, неправильно свет, и лицо перестает быть узнаваемым. Поэтому постоянно приходится спускаться на землю, отходить, смотреть, возвращаться, что-то подправлять, сравнивать с исходником, с эскизом. Чтобы обновленный фасад вуза как можно дольше радовал глаз, использовали специальные краски. Место для творчества тоже выбирали заранее на теневой стороне здания. Так рисунок сохранится лучше. Кстати, студентам очень понравился новенький арт-объект. Я считаю, что данные арт-объекты должны появляться во всех городах и пропагандировать студенческие отряды, наши движения, потому что это реально подбадывает всех студентов, и данное движение должно процветать. Сами художники отмечают, браться за подобные проекты интересно и совсем несложно. Я хочу сказать, что это любимое дело, поэтому я думаю, когда ты занимаешься тем, что тебе удовольствие, не может быть как-то в тягость. Хотелось бы, чтобы таких проектов было больше, чтобы укреплять культурное развитие в нашем городе в целом, чтобы город был ярче. Главный посыл на стенной живописи – показать вклад студентов в развитие региона на языке творчества. По мнению художников, получилось. А еще в этом году движение студотрядов отмечает 60-летний юбилей, поэтому события для ребят в бойцовках знаковые. Мария Костырева, Дмитрий Денисов, День с толком. Мед, сырый шоколад, колбасы на фермерском фестивале «Свое», который впервые прошел в республике Алтай, производители как местные, так и из алтайского края, а также кузбасса, представили свою продукцию. Подробности в нашем следующем сюжете. Познакомить жителей и гостей города с продукцией фермерских хозяйств и региональными брендами, тем самым поддержать российского производителя, решили в республике Алтай. Концепция фестиваля разработана Россельхозбанком совместно с Минсельхозом России. Фестивали «Свое» проходят с 2017 года и приняли уже более миллиона двухсот тысяч гостей. И более полутора тысяч фермеров смогли представить свою продукцию на наших фестивалях и найти себе новых постоянных клиентов. Сегодня более 90 фермеров представлены на нашем фестивале, и они покажут продукцию, сделанную своими руками, на своей земле с любовью. Фермеры привезли в город Алтайск вкусные натуральные продукты – сыры, колбасы, птицу, рыбу, крупы, мед, овощи, ягоды, различные напитки и многое другое. Люди с удовольствием посещали выставочные павильоны. Даже пасмурная погода не помешала хорошему настроению и полезным покупкам. Жители по достоинству оценили фермерский фестиваль. Посмотреть хоть, что производят у нас где-то за пределами, может быть, даже республики. И в республике мы же не всегда это видим в каких-то магазинах специализированных. Мы не всегда ходим в них, поэтому общаемся, пробуем. Очень большой спрос. Смотрите, сколько народу берут все. Мы уже взяли, отнесли в машину и прогуливаться пошли. Я купила очень вкусный мед, который мне больше всего понравился. Откуда вы знаете, что он вкусный? Потому что попробовала, продегустировала. Смотрим сыры, мед, все очень вкусно, замечательно. Надеюсь, что покупка будет у нас удачной. Кроме сельскохозяйственной ярмарки, программа фестиваля – это насыщенные культурные и деловые активности. Фестиваль «Своё» Россельхозбанка прошел при поддержке правительства Республики Алтай и администрации Горн-Алтайска в целях поддержки предпринимателей сферы сельского хозяйства. И о спорте. Сегодня школьники 52-го лицея играли в футбол с профессиональными игроками «Динамо Барнаул». Мастер-класс прошел в рамках проекта «Футбол в школе», в котором уже участвуют 96 учебных заведений Алтайского края. О перспективах проекта в нашем регионе расскажет Дмитрий Дроздов. Разминка, подводящие упражнения и игра в футбол. Все для того, чтобы школьники как можно чаще были с мячом, забивали голы и массово играли в футбол. Это основной посыл проекта «Футбол в школе». Футбол помогает, конечно, развивать и умственные, и физические данные ребятишкам. Ну и главное, я думаю, все-таки получать удовольствие просто от игры с мячом. С нового учебного года в проекте 96 алтайских школ от Российского футбольного союза им были выделены мячи, манишки, фишки и конусы. Один из участников проекта – лицей номер 52. Здесь мастер-класс для ребят провели профессиональные игроки клуба «Динамо Барнаул». Школьники вместе со своими кумирами изучили введение мяча и поиграли в футбол. Получилось любить в игру с мячом даже девчонок. Мне очень нравится, как играют футболисты. Я бы тоже хотела заниматься футболом. Забилась ли она? Да. Какие эмоции испытала? Что чувствовала? На этот момент я чувствую, что мне очень нравится, и я бы хотела еще поиграть. Помимо футбольных уроков, проект подразумевает участие в фестивале, где есть различные конкурсы. А также каждая школа проекта может поучаствовать и в школьной футбольной лиге. Победа на местном этапе позволит команде выступить в большом финале, который состоится в сентябре в Лужниках. Так что мечта попасть на главную футбольную арену может стать реальностью. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, мы ждем звонков по телефону 205-545, если вам есть о чем рассказать. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...